Очередной рейд госавтоинспекторы провели в Красной Поляне. Здесь, в районе горнолыжного курорта Горки-город, дорога четырехполосная с очень интенсивным движением. Но это нисколько не останавливает пешеходов. Тех, которые, чтобы сэкономить время, переходят дорогу, где придется. Но пешеход, он далеко. Девушка, ну лучше потерять пару минут времени, тем самым перейти дорогу в безопасном месте. С нарушителями полицейские проводят профилактическую беседу, но и это их не останавливает. Вот, например, эти сноубордисты уже через пару минут после разговора с полицейскими вновь бегут через проезжую часть. И снова не по зебре. А вот, например, эта парочка, переходя дорогу не там, где положено, рискует не только своими жизнями, но и жизнями своих детей. Но своей вины мужчина и женщина не признают. Ну а как, вот представьте, у вас дети есть? Конечно есть. Вот представьте, с двумя детьми дойти туда, тяжело. Лучше приходить с детьми туда-сюда, чтобы там лакурки из больницы. Да, но я, наверное, не первый раз дорогу перекажу, наверное, лакурки детьми перейти. Между тем, переход дороги вне пешеходного перехода – это административное правонарушение. Таких только за один день на одном участке полицейские выявили несколько десятков. За отчетный период на территории города Сочи увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Причем данные дорожно-транспортные происшествия в основной своей массе происходят по вине самих пешеходов, переходящих в проезжую часть в неустановленных местах. За девять дней Нового года в Сочи уже произошло четыре аварии с участием пешеходов. В двух случаях виноваты именно они. Госавтоинспекторы призывают пешеходов быть внимательнее на дороге и не рисковать своей жизнью в погоне за сэкономленным временем. Галина Моисеева, Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.